МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в этой серии исправляем нашу самую страшную ошибку с самого начала существования эрудит пятерки, потому что мы играли со всеми, чуть ли не с дошкольниками, а со школьниками уже начиная с пятого класса. Были и студенты, были и взрослые, а вот учащиеся или студенты колледжей как-то были несправедливо обойдены. Так что мы эту ошибочку исправляем. И у нас сегодня в гостях автомеханический колледж, не просто автомеханический, гомельский, государственный автомеханический колледж, с детьми которого, с умными и сообразительными студентами, работает известный треер Светлана Леонидовна Лещенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Причем умные и сообразительные у нас разделились, скажем так, по их предназначению, по их факультетам. А слева от меня в красных шарфах это электрики Влада Шолохова. АПЛОДИСМЕНТЫ А справа от меня механики Олега Ковалева. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. Естественно, наш всегдашний поклон низкий гомельскому облсполкому и телерадиокомпании «Гомель», которые не дают заглохнуть в нашей уникальнейшей игре для умных и сообразительных детей и взрослых. Низкий поклон, огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, эрудит пятерка, мы начинаем блеф-игра, Донетка, первая проба оружия, первая проба интуиции. Капитаны обычно отправляют в этот бой самых быстрых, реактивных и нахальных игроков. Здоровое нахальство, это тоже хорошо. Итак, Влад Шолохов, кого вы отправляете в бой на блеф-игру? В бой пойдет замятие Никита. Никита, готовьтесь. Олег, кто у вас? Иду я. А, конечно. Капитан, самое сложное себе берет. Никита против Олега. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. Ваша задача всего-навсего нажать на кнопку и сказать «да» или «нет». Потому что иногда ведущий говорит правду, а иногда вот он лукавит. Вот нужно поймать меня на лукавстве. Итак, поехали. Верите ли вы, что площадь нашей Белоруссии свыше 200 тысяч квадратных километров? Прошу. Да. 207, разумеется, первая пять очков приносит команде Никита. Верите ли вы, что прилагательное отвечает на вопросы «какой?», «чей?». Олег? Да. Да, конечно, простой вопрос. Верите ли вы, что жидкость может менять форму и объем? Нет. Да, только форму и объем уже это вы, если отопьете или отольете. А так нельзя. Жидкость не меняет своего объема. Верите ли вы, что пророк Мухаммед был неграмотным? Прошу. Да. Да, он признавался, что написал Коран по Велине свыше. Буквально ему продиктовали текст. Играем. Верите ли вы, что Австралия – это самый гористый континент? Нет. Да, самый плоский континент. Браво, Олег. Великолепно. Великолепно. Редко случается, чтобы безошибочно так отщелкали блеф. Игру 15-10. Ну, чуть-чуть впереди электрики. Играем. Начнем нашу дуэль-игру. Прежде чем начнем, естественно, я должен объявить темы боев. Ну, а вы за 5 секунд очень быстро решите, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Темы. Первый бой – наша Беларусь. Второй бой – о русском языке. Великий и могучий. Третий бой – точные науки. Четвертый бой – пыль веков. И пятый бой – географический. Дальние страны. Итак, внимание. У вас ровно 5 секунд, чтобы принять решение. Поехали. Пять секунд истекли. Олег Ковалев отдает сейчас последние команды. Итак, внимание. Я обращаюсь к Владу Шулову, к капитану электриков, к капитану красных. Нашу Беларусь кто у вас лучше всех знает? Беларусь хорошо знает Савутков Даниил. Хорошо, Даниил, готовьтесь. Олег Ковалев, у вас как? Сергей. Отлично. Итак, Даниил против Сергея. Вперед! Итак, электрики против механиков. Государственный автомеханический колледж. Наша Беларусь. Этот город второй по величине в Беларуси. Брест. Брест. Это неправильный ответ. Прошу, у вас есть шанс ответить. Да. Гродно. Гродно. Тем не менее, самый большой город у нас – это столица. Это минус, ну а второй – это наш любимый Гомель. Вот так вот. Я понимаю, что у вас с Гомеля начинается вообще вся Беларусь, но тем не менее, вот так. Играем. Столько раз празднует у нас на Беларуси Рождество. Прошу. Два. Два. Католическое и православное. Отлично. К девятому веку относится первое летописное упоминание об этом княжестве, которое господствовало в регионе аж до 13 века. Самое древнее княжество у нас. Так, прошу. Княжество Литовское. Княжество Литовское не с девятого века. У вас есть шанс, Сергей. Древний город. Три. Две. Одна. Литовское. Полоцкое княжество. Полоцкое княжество одно из самых древних вообще на Руси. Играем. Их среди национальности Беларуси меньше, чем белорусов, но больше, чем поляков. Национальность. Три. Две. Одна. Кто они? Не знаю. Не знаю. Русские. Русские люди. Играем. И заканчиваем. Именно он украшает герб белорусского города Рогачева. Город Рогачев? Что ж там у него на гербе? Ну? Рогачев. Да. Прошу. Рог. Рог, конечно. Рог изобилия. Отлично. Итак, после первого боя, после боя «Наша Беларусь», 2015 Сергей вывел команду «Механиков вперед». Отлично. Играем. Великий и могучий. Так, кто у нас у электриков? Влад пишет без ошибок. Пойду я. Хорошо. А Олег у вас? Пойдет Владислав. Итак, Влад против Влада. Вперед! Итак, внимание. Сейчас проверим про описание. Слово здесь пишется с буквы. Прошу. З. З, конечно. З здесь. В слове столько слогов, сколько их. Вот сколько в слове их, столько на столько слогов и делится слово. Да? Одно. Один слог. Нет. В слове столько слогов, сколько в слове их. Они. Понятно? Сколько гласных в слове, вот на столько слогов он и делится. Играем. Это приставка. Предает словам значение приближение, присоединение. Приближение, присоединение. Приставка при. Отлично. Ну, правила корни гар-гор. Так вот, в корнях гар-гор в безударном положении пишется а или о. О, прошу. О, конечно. Загар мог гореть. Отлично. И в конце такого предложения ставится точка. Прошу. Прошу. Бывает нервы, 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 нервы. Я ставлю точку в этом бою. Повествовательное предложение. Теперь вы это знаете. Итак, 30-20 в пользу синих, в пользу механиков. Следующий бой. Итак, точные науки. Влад Шолохов, знаток точных наук. Пойдет у нас Владислав Зайцев. Владислав Зайцев. Будьте готовы. Готовность номер один. Олег Ковалев, кого отправляете в бой? Богдан. Богдан. Итак, Владислав против Богдана. Вперед. Вперед. Итак, представьте себе, один протон, вокруг которого вращается один электрон, это атом химического элемента. Какого? Самый первый в таблице Менделеева. Три. Водорода. Водорода, отлично. Равенство, в котором неизвестное обозначено буквой, например, буквой Х, называется... Переменная. Переменная. Неправильно, к сожалению, у соперника есть шанс. Выражение. Это уравнение, равенство. Играем дальше. В прямоугольнике равны диагонали, а в квадрате равны... Стороны. Стороны, конечно же. План будущих работ, рассчитанный на выполнение его компьютером. Это называется... Компьютеру задается какая-то... Ну? Программа. Программа, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и заканчиваем. Ну, электрикам сразу поперло. Напряжение измеряется с помощью именно этого прибора. Опа! Вольтметр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Историческая тема. Влад Шолохов. Кто у электриков историк? Пойдет Никита. Никита, хорошо. У Олега Ковалева? Пойду я. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично. Вперед, ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эту древнюю страну называли еще страной фараонов. Египет. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично! Древний Египет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Верховным богом у греков был Зевс, а у римлян верховный бог – это? ЮПИТЕР ВЕЛИКОЛЯПНО! В седьмом веке нашей эры большинство арабов, практически весь арабский мир, принял эту религию. Ислам ВЕЛИКОЛЯПНО! Вот понес покойщикам Никита. Олег, я за вас. В этой стране это были порох, бумагу и компас. У нас еще много чего из времени. ВЕЛИКОЛЯПНО! 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 Вот меня радует, что даже соперник аплодирует отличному игроку. Счет у нас после исторической темы – 55-40. Вот это игра! Следующий бой! Итак, дальние страны. Географическая тема. Влад, кого отправляете в бой? На географию пойдет у нас Иван. Иван, хорошо. Алик? Игорь. Иван против Игоря. Вперед! Ну что ж, отомстите за капитана. Играем. Это самый жаркий континент нашей планеты. Африка. Африка, конечно. Жители этой страны до сих пор разделены на касты. В том числе есть каста неприкасаемых. Вирвандия. Как бы стало, Якубович, несколько букв в этом слое вы угадали. Прошу, Иван. Индия. Индия, да! Спор за эти острова, принадлежащие сейчас России, японцы до сих пор считают незаконченным. Что за острова такие на Дальнем Востоке? Это Курильские острова, теперь вы это знаете. Играем. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Писал поэт Лебедев Кумач об этой стране. Да. Россия? А точнее, в 30-е годы это писал. Да, конечно, сейчас это Россия. Ну, правильно, страну назвать нужно. Три, две. Российская империя? Ой, нет, Российская империя – тюрьма. Прошу, Иван. А-а-а-а. Да. Вот так забывают великие империи. Союз Советских Социалистических Республик. СССР, Советский Союз. Итак, на шельф этого океана претендует Россия, США, Канада, Норвегия, Исландия и Дания. Все претендуют. Океан? Северный Ледовитый. Северный Ледовитый. Отличный ответ. Ну что ж, после дальних стран и в окончании дуэль игры, счет 60-50. Игра практически равная. Мы приступаем к тест-игре. Поехали! Тест-игра. Наше скоростное централизованное тестирование. Вопросы с вариантами, но с кнопкой на скорость, кто быстрее. Тест-игра у нас простая. Вот такая у нее тема. Простая она. Обо всем простом мы поговорим. Влад, кого вы отправляете на тест-игру? Пойдет Солодков Даниил. О, Даниил, хорошо. Олег, у вас? Пойдет Богдан. Итак, Даниил против Богдана. Вперед! Итак, поехали. Варианты А, Б, С. Простый по белорусскому на матчной мове означает. А. Острый. Б. Прямой. И С. Тупой. Прямой. Прямой. Простый. Это прямой. Отлично. Действие что? Шапки растут. У нас уже тест-игра. Согласно народной поговорке, простота хуже. А. Воровства. Б. Грабежа. С. Мошенничество. 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 Просто хуже мошенничества. Не слышал такую поговорку. У вас есть шанс. Воровства. Простота хуже воровства. И тогда глупый человек так на косячи, что лучше бы вор пришел. Играем. Международным автоперевозчикам приносят убытки. А. Сложный. Б. Простой. С. Элементарный. Итак, А, Б, С. Жмем и называем вариант. Прошу. Сложный. Сложный, да. А. Это неверный ответ, прошу. Элементарный. Элементарный. Ребятушки, простой – это не только определение, что что-то просто. Но простой – это когда простаивают автомобили. Простой им приносит убытки. Вот купил ваш, что называется, заруб за 20. Играем. Простейшее – это подцарство. А. Внутриклеточных. Б. Одноклеточных. С. Многоклеточных. Прошу. Одноклеточных. Одноклеточных, конечно. И поехали. Число 13 математики называют. А. Несчастливым. Б. Мнимым. И. С. Простым. Три. Ну, три варианта. Две. Мнимым. Мнимым. Понятно. У вас наверняка есть шанс. Простым. Простое число, которое делится на единицу и на себя. 13. Да, это правильный ответ. На подборе было взято 5 очков. Электрики вернули себе лидерство. 80-60. У нас слава играем. Слайд-игра у нас сегодня азбука. Ну, так как вот в прошлый раз было с буквы А до буквы К, то мы решили вот конец алфавита, как к нами, незаслуженно обойдем. Начнем мы с буквы У. Так что, кто не боится, вперед. Влад, кто? Не боится у нас Мартыненко Иван. Ваня. Ваня у нас самый храбрый. Олег Ковалев у вас? Пойдет, Сергей. Итак, Иван Бородин, Сергей, вперед! Итак, ничего жать не нужно. Мы начинаем с выигрывающей стороны. Итак, начинаем, Иван, с вас. Как двумя буквами буквально назвать вот это все великолепие? Как называли? Буква У первая. Понятно? У вас шанс, Сергей? Не? Вот валюту у нас называли еще условной единицей. У-Е. Если вы это еще помните, или родились вы уже позже того, как это называли. Сергей, играем с вами. Следующая буква. Фитнес. Фитнес, это правильный ответ. Играем дальше. Буква Х. Вот как наука называется? Целая наука. Хироманты. Хорошо, Сергей, может у вас есть мысль какая-то? А кто по руке гадает? Не только гадалки, их называют хироманты. Теперь вы это знаете. Сергей, играем с вами. Цунами. Цунами. Цунами, великолепно. Поехали. Буква Ч. Чемпион. Чемпион, да, Иван. Великолепно. Переходим к Сергею. Сергей, играем с вами. Буква Ш. Шарпи. Шарпи, щенок Шарпи, да. Стабайся, хорошенько. Склад читаешься. Иван. Щелкунчик. Щелкунчик, да, конечно. Герой сказки Гофпана и герой балета Чайковского. Сергей, с вами играем. Буква Э. Три, две, одна. Эверест. Эверест, да. Десять очков на подборе. Десять очков на подборе. Прошу. Буква Ю. Юра. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин, конечно. Юрий Гагарин, первый космонавт Земли. Прекрасно. И Сергей, ставьте точку. Буква Я. Яйцо. Яйцо. Нет, не согласен с вами. Иван, может, вы ответите? Янтарь на камень. Янтарь на камень. Янтарь, да. Великолепно. На подборе десять очков поднял Иван. Еще стал 140-105. Снова лидерство за электриками, за красными. А у нас риск игра решающая. Играем. На решающей игре у стойки должен находиться самый сильный, самый мощный, самый сообразительный, самый быстрый, в общем, самый-самый-самый игрок. Кто это у вас, Влад? Пойду я. Влад Шолохов. И я думаю, что Олег Ковалев тоже оставил это место за собой. Нет, пойдет Игорь. Игорь. Так, внимание. Влад против Игоря. Вперед! Ну, прежде чем мы начнем рисковать, немножко расслабьтесь, Влад. Влад Шолохов, вот вы заканчиваете колледж. Кем вы становитесь? Мы становимся упоясниками. То есть устанавливаем электропожарную сигнализацию. Вот так даже. Хорошее дело, важное. А механики у нас после окончания колледжа кем становятся? Чинят автомобили. Чинят автомобили. И все, да? Любые. Да. Любые. Без проблем. Наши, не наши. Ну что ж. Люди получают не просто знания, люди получают в руки уже готовую работу. И это радует. Итак, риск игра. 20 очков за правильный ответ, 20 очков минус за неправильный. Ну, можно промолчать, не жать кнопку. И тогда ноль. Ну, с нулем много не выиграешь. Я прошу еще раз напомнить счет. 140 у красных, у электриков, 105 у синих, у механиков. Все еще исправимо. Я помню знаменитую нашу Алину Трубчик из Светлогорска, которая выходила к стойке и брала 100 очков на риск игре, повергая в ужас соперника и повергая в радостное изумление всех, кто за этим следил. Итак, внимание. Первая тема была «Наша Беларусь» и первый вопрос тоже соответствует ей. «Наша Беларусь». В 1922 году белорусская СССР вошла в состав этого объединения. СССР. СССР. Союз Советских Социалистических Республик. Плюс 20. Отлично. Великий и могучий тема. Это самый независимый член предложения. От него все зависят, а он уже самый крутой. Это подлежащее. Теперь вы это вспомнили. Точные науки. Она единственное вещество, которое в земных условиях может находиться во всех трех агрегатных состояниях. В жидком, твердом и газообразном. Фальстарт. Фальстарт у вас. Влад, к сожалению, у соперника есть шанс. Не знаю. Не знаешь. Общался ты буквально сегодня с этим веществом в жидком состоянии, видел его в твердом и, может быть, даже видел в газообразном, когда чайник кипел. Это вода. Теперь вы это знаете. Пыль веков. Такое название получили походы европейских рыцарей для освобождения гроба господнего. Крестовый поход. Крестовый поход, да. И перед последним решающим вопросом счет 140-145. И у нас механики выходят вперед. Кто сейчас дает правильный ответ, тот и побеждает. Страны. В этой стране в феврале закончилась зимняя олимпиада. Прошу. Корея. Какая? Южная Корея. Южная Корея, да! И победа механиков на последнем вопросе. Вам аплодируют зрители, вам аплодируют соперники. И так, сувениры от телерадиокомпании «Говель» в руках наших победителей. Вот высокоинтеллектуальные у нас люди, которые будут чинить автомобили. Так что будет с ними о чем, если что, поговорить. Запомните эти лица. Если вдруг что-то сломается, вы можете не только качественно отремонтировать, но еще можете поговорить о жизни, о делах наших скорбных, об истории, о географии, ну и о русском языке, ну и, естественно, о нашей Белоруссии. Итак, еще раз аплодисменты команде механиков. С нами сегодня был Говельский государственный автомеханический колледж, его питомцы и тренер Светлана Лещенко. Спасибо вам, ребята, за игру. Ну, и к вам обращаюсь, и те, кто нас смотрит сейчас. Не забывайте, мы же смотрим пятерку. А раз мы смотрим пятерку, мы получаем десятки. Смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ